МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Регион ТВ», подготовленную совместно с журналистами телекомпании «Мозырь», Жлобина, Речицы, Гомеля и Светлогорска. В студии Елена Сечка. В Речице день города в очередной раз стал поводом демонстрации талантов речичан. Ведь Речица славится как город, ставший духовной основой, источником вдохновения многочисленных творческих проявлений. На Реческой земле родились известные ученые, художники, деятели культуры. Выставка картин из фондов Краевического музея «Город глазами художников» вобрала в себя работы реческих мастеров, выполненные в жанре живописи и фотографии. Авторы работ предстали перед зрителями, как художники с тонким вкусом, чуткой душой и острым взглядом, способные увидеть прекрасное в самом обычном. В экспозиции работы реччан Виктора Осипенко, Дмитрия Томунчука, Ильи Головаченко, Юрия Скоблова, Альберта Штукаря. Пейзажи натюрморты. Картины пронизаны любовью. В них отображены красота родного края, окрестностей города, живописность Днепра и природы Беларуси. Свою экспозицию организовал клуб рукоделия «Вдохновение». В клубе около 20 активных участниц. Самая старшая Валентина Александровна недавно отметила свой 90-летний день рождения. Клуб у нас четвертый год существует. У нас, так сказать, списочный человек 20, ну таких активных 15 человек. Мы выставляем в Гомеле, у нас постоянные выставки в городе, и в библиотеке в одной, библиотеке во второй, в нефтяниках, в картины и галереи были наши выставки. Работ на выставке рукодельницы представили очень много разнообразных жанров и направлений их выполнения. Среди экспонатов необычное творение, удивительные загадочные куклы-мотанки, и вязаные, украшенные народными орнаментами и вышивкой, а также современные куклы-тильды. Разнообразие техник декоративно-прикладного искусства работ, представленных в городе мастеров, впечатляет и восхищает. Особое внимание речен привлекли вышитые крестом картины рукодельницы Натальи Коноваловой. Здесь же и оригинальные шахматы. Все 32 фигуры этой древнейшей игры выполнены из ткани. Вязь присутствует, наполнитель, утяжелитель, выкройка и машинка швейная нужна, больше ничего. Еще одно увлечение Натальи Коноваловой – изготовление очаровательных кукол методом валяния и утяжки из капроновых чулок-колготок. Отличаются они от других игрушек своей неповторимостью и индивидуальностью. По мнению рукодельницы, этот вид творчества позволяет проявить фантазию и выразить настроение. Такими куклами можно украсить любой интерьер, также они могут стать хорошим подарком для родных и друзей. Продолжит программу регион-блог новостей из Светлогорска. Вы узнаете, как отмечали День леса, кто стал новым мэром района, как прошел спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями. Сегодня на 37-й внеочередной сессии районного совета депутатов утверждали назначение председателя Светлогорского районного исполнительного комитета. Нового руководителя нашего региона представил депутатом председатель областного исполнительного комитета Владимир Дворник. В целом Светлогорский район всегда был пятерки лидеров по всем показателям в области. Поэтому прежде чем произвести свой выбор, конечно, я много думал, кто может возглавить и повести этот район. Поэтому было принято решение, чтобы здесь возглавил человек, который прошел производство, который был первым лицом на производстве. Поэтому этот человек имеет опыт, имеет возможность руководить, понимать человека. Поэтому я попрошу, чтобы вы поддержали данную кандидатуру. Дмитрий Олейников, который до нынешнего времени возглавлял советский район Гомеля, был утвержден в новой должности путем открытого голосования. В качестве главы Светлогорского региона он дал первое интервью телекомпании «Ранок». Мне очень приятно, что я все-таки назначен председателем Светлогорска. Те задачи, которые поставил передо мной президент, они будут воплощаться в жизнь. Конечно же, это ввод ЦКК, то есть это, наверное, основная задача, где необходимо приложить усилия, чтобы это предприятие, городопрозущее предприятие, которое позволит решить многие экономические проблемы Светлогорска, которые на сегодняшний день имеются. Опять же, занятость населения, опять же, ценообразование, опять же, средняя заработная плата. Все эти задачи, которые я на этом посту намерен решать, не, скажем так, то есть подход в руководстве будет таким образом, что не ломая старое, то доброе, которое здесь уже сложилось за долгие годы работы исполкома, я что-то новое, что могу, привнесу. Поэтому будем вот так работать. Я управлял большим промышленным районом города Гомеля, то есть это порядка 38% от всей промышленности города. Поэтому Светлогорск, он чем-то похож. Да, конечно же, здесь прибавляется сельское хозяйство, но я думаю, что и с этим вопросом постараемся разобраться. В Беларуси в третье воскресенье сентября отмечается День работников леса. Сотрудники Светлогорского ЦКК накануне праздника по традиции организовали спортивное состязание. Спартакиада проходила на стадионе Бумажник. После торжественных речей участникам рассказали о программе соревнований. Началась спартакиада с толкания бревна. Это задание не для слабых духом. И, как оказалось, в цехах целлюлозно-картонного комбината трудятся настоящие богатыри. Следующий этап – раскрижевка бревна, проще говоря, распиливание. Пока мужчины старались справиться с заданием за считанные секунды, женщины играли в волейбол, а также участвовали в эстафете. Пожалуй, самым эмоциональным конкурсом было перетягивание каната. Команды в финальном рывке старались перетянуть победу на свою сторону. Судьи подводили итоги, а участники спартакиады проверяли свою удачу в лотерее от профсоюза и конкурсе, который так и назывался «Удача в придачу». В каждом виде спорта были определены победители, а также названы общекомандные места. Среди мужчин сильнейшей стала команда цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики. У женщин в лидерах оказалось управление техническим контролем. 15 сентября на стадионе «Химик» состоялся областной культурно-споративный фестиваль «Планета спорта» для людей с ограниченными возможностями. Этот фестиваль проводится ежегодно. Его задача – помочь раскрыть и реализовать таланты и способности инвалидов. Кроме того, в числе задач и привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями. В Светлогорском территориальном центре обслуживания населения с благодарностью отметили, что помощь в организации нынешнего состязания оказали райсполком, хлебозавод, Lions Club, фонд мира, Красный Крест, БРСМ, индивидуальный предприниматель Александр Шиманский. И с каждым годом неравнодушных становится все больше. Участие в культурно-спортивном празднике принимали команды территориальных центров и домов-интернатов Гомельской области, а также Кировско-Могилевской области – всего 8 команд. Фестиваль проходил в два этапа. Дождливая погода немного нарушила планы, но сотрудники стадиона пришли на помощь. Освободили зал, перенесли весь инвентарь, так что соревнования состоялись. Волонтеры из индустриального колледжа сопровождали участников фестиваля на всех этапах. Первая часть творческая. Конкурсанты в песнях, танцах и стихах представляли свои команды. Спортивная часть включала прыжки в длину, дартс, комбинированную эстафету и другие дисциплины. Победитель выбирался по итогам двух этапов. Замыкает тройку лидеров – Реческий дом-интернат, второе место – у подопечных Журавичского дома-интерната. В нынешнем году переходящий кубок завоевала команда Реческого центра социального обслуживания населения. Хозяйство Мозырского района приступили к севу азимых на зерно. Активнее всего работы ведутся на полях совкос комбината «Заря» и экспериментальной базы «Криничная». Подробности в сюжете. Осенняя посевная кампания на Мозырщине в самом разгаре. В целом азимый сев на зерно в нашем районе необходимо провести на площади почти в 16 тысяч гектаров. В соседнем Наравлянском – еще на 8 тысячах. К работам приступили во всех хозяйствах без исключения. В числе лидеров уже традиционно «Заря», «Слободское имени Ленина» и экспериментальная база «Криничная». Уже закончен в оптимальной сроке сево азимого рапса на площади 460 гектар. А площадь азимого сева занимает в этом году площадя увеличены 3390 гектар. На данный момент работают два посевных агрегата, как вы видели. И мы думаем, что также в оптимально сжатые сроки завершить сево азимых. Несколько последних лет аграрии увеличивали азимы клинозерном. Делалось это из-за засухи и минимального количества дождей. Сегодня в регионе определен оптимальный объем сева. Нынешние погодные условия позволяют работать в хорошем темпе. Не последнюю роль во время осенней посевной играют и слаженные действия коллективов – от агрономов до механизаторов. Слаженность коллектива, я так скажу. То есть вовремя подготовка почвы, вовремя загрузка, погрузка и все. Когда дожди, то сложнее, конечно, работать. Но с одной стороны, с другой стороны пыли нет и прохладнее. А так мы уже привыкли к любым условиям. Работаем и в дождь, и в солнце. Условия благоприятные, радуются аграрии. Посевные успеют окрепнуть после всходов и лучше перенесут зимовку. Объем работ по пшенице выполнен уже наполовину. После в хозяйствах приступят к севу Азимова-Тритикали. Завершить этот этап посевной планируется к концу сентября. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, Телеканал Мозер. В Речице на базе пожарного аварийного спасательного отряда номер 3 на объектах РУПО «Беларусьнефть» прошли соревнования среди лучших звеньев газодымозащитной службы Речицкой зоны пожаротушения. Цель соревнований – выявление лучших представителей службы. Участие в состязаниях приняли команды из Калинковичей, Хойников, Лоева, Брагина и Речицы. Сегодня мы открываем наши соревнования Реческой зоны пожаротушения среди лучших звеньев ГДЗС ваших подразделений. Участников соревнований на Реческой земле приветствовал начальник аварийно-спасательного отряда номер 3 Михаил Гапоненко. Он отметил значимость деятельности газодымозащитной службы в различных ситуациях. Пожелал командам удачи, ведь испытания им предстояло пройти не из легких. Так как при ликвидации пожаров это является основным фактором, затрудняющим нашу работу, а также угрожающим жизнью и здоровью людей. Поэтому в первую очередь должны продемонстрировать свой профессионализм работы с оборудованием газодымозащитной службы и показать наилучшие навыки в спасении людей. Специфика работы газодымозащитников заключается в том, что звено является связующим в пожарной охране, без которого невозможна эвакуация людей и тушение пожара в задымленной зоне. А это значит, что кроме обычной для спасателя экипировки, боец газодымозащитной службы имеет на вооружении средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. И выполнение сложных, требующих большой физической нагрузки действий в маске и дыхательном аппарате задача не из простых. Суть соревнований – спасти условного пострадавшего из огня и дыма в закрытом помещении и подать стволы на тушение, конечно, за минимальное время. Выполнять задание следовало образцово-показательно, неупоснительно придерживаясь инструкции. Соревнования проходили в четыре этапа. Первый – теоретический, в форме тестирования. Второй – боевое развертывание с преодолением психологической полосы огневой подготовки. Третий – работа в дымокамере с обнаружением пострадавшего и его эвакуацией. И, наконец, четвертый – поиск пострадавшего в задымленной зоне на открытом пространстве. Наиболее динамично и зрелищно смотрелся второй этап. В боевой одежде со средствами связи и спасения, с носилками, напорными рукавами и пожарными стволами в руках с звеньем газодымозащитной службы необходимо было выполнить 12 упражнений. От сравнительно простой мишени до сложных и для неподготовленного человека небезопасных работ в задымленном кабельном коллекторе и подъеме по выдвижной лестнице на высоту трехэтажного здания. Лучше всех с теоретическим и практическим этапами соревнований справилось звено газодымозащитной службы Реческого отдела по чрезвычайным ситуациям. Второе место заняла команда ПАСО-3. Третье – звено газодымозащитной службы Исходников. Команды, занявшие первые два места, удостоены права представить реческую зону пожаротушения на областных соревнованиях звеньев газодымозащитной службы. Молодых медиков на Мозырщине всегда с нетерпением ждут и коллеги, и пациенты. В этом году штат медработников пополнился на рекордное количество человек – 86. Накануне пополнения в белых халатах принесло первую торжественную клятву. Отрабатывать теорию на практике с августа этого года в Мозырский район прибыли 86 врачей-фельдшеров и медсестер. Среди них хирурги, акушеры, гинекологи, анестезиологи и реанимационные медсестры, терапевты, педиатры. А в рабочий ритм каждому из них пришлось вливаться с первого дня, вести прием, лечить больных, ставить диагнозы. Особенно сложно, когда именно уже приходишь в больницу и начинается клиническая практика, когда в первый раз сталкиваешься с пациентами. Очень сложная теория, которую ты учил на практику как-то перенести, это очень сложно, и выработать клиническое мышление. Сложнее особенно было сразу после выпуска, когда ты пришел и вот столкнулся действительно с работой. Ну это две разные, как-то сказать, две разные грани того, что ты учил и когда ты уже именно практикуешь все, что ты знаешь. Выпускникам вузов и колледже, которые прибывают в район по распределению, освоятся, помогают старшие коллеги. Я вам честно скажу, условия замечательные, коллектив очень благосклонный, поддерживают, все помогали, все как могли. Я доволен коллективом, все просто супер. Молодые специалисты там такую поддержку дали, то есть арендное жилье это выделяют всем, ну всем, кто желал. Мне тоже выделили арендное жилье. Одна из традиций – ежегодное чествование молодых специалистов. Несколько поколений медиков встречаются в неформальной обстановке, знакомятся друг с другом. Нынешнее собрание провели в актовом зале медицинского колледжа «Местные кузницы кадров Эльшеров и медсестер». Сегодня мы хотим их поприветствовать, почествовать, принять в ряды наших работников и в наш коллектив в том числе. Поэтому, в принципе, праздник полностью, целиком посвящен им. Сюда приглашены они сами, приглашены их наставники, а также руководители и коллеги по цеху. Торжественную клятву – всегда оставаться профессионалом и стремиться к высшим достижениям – молодежь произносит в присутствии нового главврача района Наталья Тишкова. Она, к слову, свой трудовой путь на Мозричине тоже начала в августе этого года. Людям в белых халатах всегда свойственны самые возвышенные человеческие черты характера, гражданский долг, профессиональное мастерство, чуткое, доброе, отзывчивое сердце, способность сострадать и отзываться на чужую боль. Одной из самых благородных и востребованных профессий считается профессия медицинского работника. Для молодых врачей и медсестер в районе созданы приемлемые условия. Вопрос жилья решают при помощи общежития и риантных квартир. Выплачивают подъемные и премиальные. Способы стимулирования разнообразны. Но главное, чтобы медикам действительно нравилась выбранная профессия. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цирулик, Юрий Горобец, телеканал «Мозрь». В Гомеле состоялся чемпионат МВД по стрельбе и стабильного оружия. В соревнованиях приняли участие сборные команды всех областных управлений внутренних дел, а также представители Департамента охраны, внутренних войск, Департамента исполнения наказаний, Академии МВД и Могилевского института МВД. В областном центре силовики стреляли из пистолета Макарова, из автомата Калашникова на стрельбище в Реческом районе. Такие соревнования в подразделениях органов МВД проходят регулярно. Они проводятся с целью совершенствования навыков стрельбы, повышения профессионального уровня, так как сотрудники милиции в любой момент должны быть готовы к различным действиям при предотвращении преступлений или правонарушений. Делать это они должны высокопрофессионально. Стрельба – это тот вид спорта, который развивается постоянно, постоянно совершенствуется, прикладывается максимальное усилие для развития. Вы понимаете, что каждый милиционер должен уметь не просто нести службу стабильным оружием, но в случае необходимости умело и грамотно его применить. Поэтому это вид спорта, в котором состязаются все наши сотрудники правоохранительных органов. К чемпионату МВД по стрельбе и стабильного оружия предшествовали региональные состязания «Лучшие спортсмены», отобранные в состав областных команд. В республиканских состязаниях их приняло участие 12 в каждой – 6 спортсменов, которые соревновались в двух классах оружия, состоящих на вооружении в органах внутренних дел. Одна тройка спортсменов стреляла из пистолета Макарова, другая производила стрельбу из автомата Калашникова. Огонь! В чемпионат МВД по стрельбе соревнования престижные каждый из участников старался показать наилучший результат. Ведь по итогам выполнения нормативов присваивается высокое звание мастера спорта Республики Беларусь. По результатам всех соревновательных этапов, как при стрельбе из пистолета, так и автомата, первое место завоевала команда Главного управления командующего внутренними войсками МВД. Второе место у департамента охраны МВД Республики Беларусь. Не менее заслуженное третье место у стрелков из Управления внутренних дел Гродненского облсполкома командогомельского УВД в середине турнирной таблицы. Определены и победители в личном зачете. Лучшие стрелки подведомственных формирований МВД представят Беларусь на всемирных полицейских играх, где один из этапов состязаний – стрельба из пистолета. Почему-то считается, что активно и интересно развлекаться может лишь молодежь. Мазыряне преклонного возраста с этим в корне не согласны. Каждое воскресенье вечером они нарядные и позитивные, собираются в городском парке, гуляют, общаются и танцуют под духовой оркестр. В каждом возрасте есть свои прелести. После выхода на пенсию жизнь не заканчивается, она меняет тональность. Это своим примером каждое воскресенье доказывают активные и позитивные мозырские пенсионеры. Поют, танцуют, общаются и наслаждаются своей зрелостью – золотой осенью. Приходим в парк развлекаться, погулять, повеселиться. Попоем, потанцуем. Николай Эдуардович об одном сетует, что в этот раз не взял свой аккордеон. Душевный музыкант на каждой вечеринке для тех, кому за 60 аккумулирует центр веселья. Это воскресенье я пропустил, не принес аккордеона. А еще три года из парка не вылаживаю с аккордеоном. И вот столько собираются женщины, и красиво поют, и танцуют. А потом идем и на танцы танцуем. Мария Петровна на воскресное собрание приезжает из булавок, причем со своей одноклассницей. Для подруг это обязательный и жизнеутверждающий ритуал. Хожу в парк очень давно. Живу я в деревне, в пригороде города, в деревне булавки. Люблю песни, люблю танцы. Здесь встречаемся и поем. И всем довольна. А вот Евгения Васильевна говорит, что всегда умела веселиться. И сейчас она первая запевала. Я в деревне жила, в Митчках. Но наша деревня была больше города этого. И если я не приду на танцы, танцев не будет. Такая была активистка, наверное. А сейчас тоже я не самопочленная, вроде. Да, да, да. Вдоволь напевшись и наговорившись, все с нетерпением ждут начала танцев. Едва музыканты успевают зайти и настроиться, уже небольшая очередь в кассу. Раньше людей было гораздо больше. Но, тем не менее, духовой оркестр каждое воскресенье играет в парке. Эти выступления уже более 10 лет часть местного антуража. Духовой оркестр существует уже на протяжении 10 лет. Каждое воскресенье мы собираемся в парке для того, чтобы веселить, развлекать публику. Репертуар каждый год меняется. Довольно обширный. И современные произведения существуют. И классического характера, и танцевального. Вальсы, танго, народные песни. В исполнении тромбона, саксофона, ударных труб. Каждое выступление городского оркестра уникально. Тем более сейчас, когда духовое искусство переживает не лучшие времена. Эти танцы, они приобщают и к культуре. Так как культура сейчас духового исполнительства, она притерпела упадок. Как таковой пропаганды духового искусства, вот, такого, как было раньше, мы не видим. Раньше, во времена, в старые времена 70-х годов, тут, я помню, собирался такой состав. Такие были новаторы своего дела. Самый молодой здешний музыкант, 17-летний Алексей Кисельчук, до того, как стал выступать в оркестре, и не подозревал, что люди преклонного возраста умеют так тусоваться. До того, как я сюда пришел, начал здесь играть и выступать. Я не знал, что пожилые люди так хорошо танцуют. И вообще, я удивлен всему, что здесь так весело и хорошо. Эти танцы просто необходимы, уверенные, немногочисленные, а завсегдатые. По словам одного из самых активных танцоров, Ивана Васильевича, это источник энергии и стимул, чтобы жить. Сидишь дома, сидишь дома, сидишь, придешь на танцы, как-то развлечешься. Так вот, ну и телом, и так как-то лучше себя чувствуешь. Едва зазвучали первые аккорды, а Иван Васильевич уже нарасхват. Кавалеров здесь по пальцам пересчитать. Так что дамы приглашают кавалеров. В воскресенье вечером в городской парк. Живая музыка и хорошее настроение гарантированы. Виктория Синицкая, Виктор Цирулик, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь. Традицию проведения турслетов в Мозырьском районе уверенно дополняют семейными корпоративными праздниками. Одно из таких мероприятий выходные организовали для коллектива машиностроительного завода. Подробнее в сюжете. Корпоративный праздник собрал команды Мозырьского машиностроительного завода на загородной площадке. На этой базе отдыха регулярно собираются представители крупных предприятий, чтобы пообщаться, посоревноваться и просто хорошо провести время. Для машиностроителей семейный слет – проект нового формата. Но удовольствие от него получили многие. Очень большой был духовный подъем, потому что они готовили и спортивные, и музыкальные номера, чтобы все выступить, и все хотят победить. Было ясно, что нам, наверное, все удалось, потому что все приехали с улыбкой. Нас получилось очень много. Я так думаю, что у нас в районе 200 человек, если не больше, приехало сегодня на мероприятие. Ставить семейные ценности приоритетом в развитии трудового коллектива – тренд последних лет. Грамотные руководители всегда помнят банальный, но такой верный постулат – кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. А самые положительные эмоции, как правило, дарят родные и близкие. Это мероприятие – семейный праздник, потому что здесь мы собрали семьи, причем присутствуют семьи, которые в трех поколениях, то есть присутствуют дедушки, дети, внуки, команды. Всем весело, всем интересно. Данное мероприятие для нас вообще – это такой подарок, это праздник, где дети веселятся, где взрослые веселятся. Оно мероприятие сплочает, то есть единый дух, взаимопонимание. Ну, все это, конечно же, благоприятно скажется на дальнейшей работе в целом на заводе. Участниками следа стали восемь команд. Машиностроители признаются – подготовка прошла в активном темпе, а конкурсная программа подарила огромный заряд позитива. Мы, конечно, готовились, и команду мы собрали очень быстро, все с энтузиазмом подошли к этому делу. Все заинтересованы были, естественно, все настроены на победу. Очень все интересно. Эмоции переполняют, атмосфера позитивная. Пусть почаще такие будут мероприятия, организация на высоком очень уровне. Все очень нравится, главное – дети рядом, и все мы вместе. Чтобы получить главный приз представителям всех структурных подразделений завода, пришлось продемонстрировать разные способности – и творческие, кулинарные, спортивные. Лидером стала сборная объединенных технологических служб. Победители и призеры наградили денежными призами. Подарки также получили все дети. Праздник в следующем году обещают приурочить к юбилею Мозырского машиностроительного завода. Екатерина Юрченко, Светлана Грудькова, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь. Вы смотрели программу «Регион ТВ». Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова